В эфире программа 112. Инструкция по безопасности. Я расскажу вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка ОМВД по Ненецкому округу за минувшую неделю. Ненецкому округу за минувшую неделю. И это 13 единиц оружия. Зарегистрировано 14 ДТП с причинением вреда здоровью недопущено. За прошедшую неделю нарядами ДПС составлено 127 административных материалов. Выявлено 4 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И 7 не имели права управления. Напомним, что на территории города Наринмары, поселка Искателей, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». В рамках данного рейда полицейскими осуществляются ежедневные профилактические обходы всех объектов административных участков, расположенных как на территории поселка Искателей, так и города, в том числе и жилых домов и квартир. Целью проводимого мероприятия является предупреждение и выявление преступлений и административных правонарушений, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. Уважаемые граждане, если вы обладаете сведениями, имеющие значение для деятельности органов внутренних дел, просьба сообщать дежурную часть УМВД России по НАУ по телефону 02-020 с мобильного 421-26, а также телефон доверия управления 421-52, либо участковому полномочному полиции. Полицейские обращаются к жителям округа с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. В целях профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения грубых нарушений ПДД, а также пресечения фактов нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе детей, 1 апреля проведено специальное мероприятие пассажиров, в ходе которого выявлено 9 административных правонарушений. В Усинске задержаны подозреваемые в убийстве жителей города Наринмара. 2 апреля 2016 года в дежурную часть отдела МВД по Усинску от работников медицинского учреждения поступила информация о том, что за медицинской помощью по телефону неоднократно обращался мужчина, однако медикам по указанному им адресу дверь никто не открывал. На адрес выехали сотрудники полиции и МЧС, которые вскрыли дверь квартиры. Внутри жилого помещения оперативники обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Кроме того, в квартире находился мужчина, у которого имелись множественные резанные раны и ножевые ранения в области спины. Впоследствии данный гражданин от полученных ранений скончался в больнице. Установлено, что все погибшие – жители Наринмара, которые приехали в Усинск на заработки и проживали в арендованной квартире. Благодаря анализу полученной оперативной информации был установлен круг подозреваемых в особо тяжком преступлении. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели-очевидцы произошедшего. По предварительным данным к совершению преступления причастны двое жителей Усинска, 95 и 97 годов рождения, один из которых ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и дают признательные показания. Бороться с алкоголем в Ненецком округе решено на верхах. Региональные депутаты провели слушания, посвященные проблеме алкоголизации населения. Поводом послужил рейтинг проекта «Трезвая Россия», опубликованный в конце прошлого года. Наш регион вошел в тройку самых пьющих субъектов страны. Бьют тревогу и стражи правопорядка, увеличилось число пьяных преступлений, в том числе убийств, краж и побоев. В округе на учете у нарколога состоят 813 человек, из них 253 – женщины и два подростка. Всего же в прошлом году жители нашего региона употребили более 35 декалитров спиртных напитков. В пересчете на абсолютный алкоголь на каждого жителя, включая грудных младенцев, приходится по 8,1 литра алкоголя. Но эти данные только от легальных продавцов. Хорошо в нашем округе живется и нелегальным торговцам горячительным. О фактах реализации алкоголя без лицензии наши руководители информируют постоянно. Продают местные жители спирт, самогон, прочую алкогольную продукцию. Причем очень много дают в долг. Затем забирают во время получения пенсии, пособий, иногда в полном объеме. Появились и первые случаи отравления алкоголем, которые привели к смертельному исходу. За эти три месяца три человека в округе умерло от отравления суррогатами алкоголя. Один из них в окружной больнице, двое на месте. Во время слушаний звучали разные предложения, как сократить количество пьющих. От уменьшения времени торговли до работы с подрастающим поколением. Переходный период, который был отпущен магазином, торгующим алкоголем, заканчивается. К 20 апреля они должны будут сообщить о всем спиртном, которое было закуплено с начала года. Такое требование действует еще с 1 января. Но правительство решило отложить его применение, чтобы дать бизнесу время подготовиться. Новые правила связаны с введением в России единой системы учета алкогольной продукции. Оно началось еще несколько лет назад. Но в этом году впервые требования и установки введены для розницы. Пока магазины должны отчитываться лишь о закупленном спиртном. Вместе с ними информацией делятся и оптовые поставщики. С последними ситуация обстояла немного проще. На конец 2015 года 96% всех оптовых компаний поставляли данные в единую систему. С розницей все сложнее. На конец года было известно о подключении 41% всех магазинов. В первую очередь продвинутых сетевых ритейлеров. Эксперты указывают, что во многих селах до сих пор не знают, что должны отправлять куда-то данные. Хотя в Росалкоголерегулировании рассказывают, что на удивление темпы подключения одни из самых медленных в Москве. Якобы местные коммерсанты все надеются, что требования будут отложены или отменены. Из подъездов многоэтажек пропадают радиаторы отопления. Естественно, первое предположение падает на местную обслуживающую компанию. Может забрали, чтобы заменить или какая-то неисправность. Но ведь радиаторы новые и почему снимают ночью? Оказывается, злоумышленники надеялись, что в темное время суток останутся незамеченными. Украденные металлические оборудования собирались перевезти на автомобилях своего знакомого. Задержанные воры – местные жители. Значит, что все проходило, оно стояло, а под утро уже где-то украли. Как так получилось? Я не знаю, может кому-то понадобилось. А не слышали вообще никаких звук? Да ничего не слышно. Все же спят. Никаких подозрительных звуков жители дома номер 16 по улице Поморская не слышали. Только под утро Светлана Терешникова увидела, что с лестничной площадки исчезла батарея. Потому что я утром вышла поливать цветы, если вы видели, у нас подъезды красивые, подъезды светлые, у нас там цветы стоят. И мы вышли утром полить цветы и обнаружили, что просто лужа, никаких батарей нет. Муж пошел в первый подъезд, посмотрел, там тоже батарей нет. Мы позвонили в службу заказчика, спросили, может быть у нас была какая-то поломка. Нам сказали, поломки не было, техники сказали, мы не вызывались ни по заявкам. И вызывайте полицию. Еще раз выражаем большую благодарность, огромное спасибо сотрудникам, всем, что все быстро сработали. Конечно, это большой труд. Мы очень благодарны всем домам. Поморская 16. Задержанные оказались местные жители города Наринмара, 18 и 17 лет. По данному факту проводится проверка. За спасение погибающих на водах. К медалям МЧС России сегодня представлены 4 жителя поселка Индига, спасших в прошлом году 15 своих односельчан. Напомню, трагедия произошла 25 сентября 2015 года. В этот день вездеход с работниками СПК Индига, переплывая реку по большой воде, начал тонуть. В спасении людей приняли участие жители соседних домов. Тогда на борту гусеничной техники находилось 17 человек. 15 человек удалось спасти, двое погибли. Вот эти 4 человека, они, то есть, оказали помощь и эвакуировали все эти с этого смущего языка. За что министр Российской Федерации по очевидному медалью МЧС России за спасение погибающих на водах. Барамокнина Сергея Катарановича, Боброва Юрия Александровича, Кожина Сергея Васильевича и Панкова Николаевна Станиславовича. Спасибо. Это была программа 112 и я ее ведущий Иван Никонов. Будьте внимательнее, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова